Мы провели широкую дискуссию, которая, прежде всего, была посвящена различным проблемам, которые накапливаются в регионе Ближнего Востока и Севера Африки. Меня вызывает удовлетворение, что у нас и у наших друзей из лидератских государств единое мнение о необходимости решать все проблемы исключительно мирным путем через инклюзивный политический диалог на основе уважения принципов Устава Организации Объединенных Мориц. У нас также общее видение в том, что необходимо формировать в регионе условия, при которых все проживающие там народы могли бы развивать свою государственность, опираясь на свои традиции, свой исторический опыт и эффективно решать социально-экономические вопросы и обеспечивать реальное равноправие граждан, независимо от их этноконфессионального принадлежности. Именно с этих позиций мы рассмотрели подробную ситуацию в Сирии, Ираке, Йемене, в Ливии и других горячих точках региона. Особое внимание мы удивили необходимости вывести из таблика Палестина неурегулированность этой проблемы в течение многих десятилетий стало уже серьезным и дестабилизирующим. Мы считаем необходимым, чтобы международное сообщество повысило свое внимание к этой проблеме, чтобы были реализованы национальные чаяния палестинского народа, чтобы он обрел свое государство, живущее в мире безопасности со всеми своими соседями, включая Израиль. У нас общая позиция в том, что все вопросы окончательного статуса палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим, должны решаться на основе имеющихся решений, прежде всего резолюции ООН, мадридских принципов и арабской мирной инициативы. Мы также рассмотрели ход выполнения плана действий, который был подписан в прошлом году между Россией или арабских государств на ближайшие три года, договорились продолжить его реализацию и провести следующую министерскую встречу нашего форума в Москве в будущем. Мы благополуч Daravasar swamp, на beschäft Kabul убеждения его михо Пposteo, это не impatiently она которая начинается на Dev-л encuentra их первой лике, в будущем и финального статуса его давления на девять лет назад. Хотел бы выразить искреннюю признательность генеральному секретарю и арабским государствам всем моим коллегам, которые приехали на эту встречу в Хартуме и особую благодарность нашим сударским хозяевам за гостеприимство и организацию работы. Спасибо, господин министр. От имени моих коллег хочу добавить несколько слов к тому, что вы сказали. Спасибо, господин министр. Также председателя Совета ЛАК в нынешней его сессии министра аностранных дел Мавритании и также министра аностранных дел Хуэйта. Я говорю, что это правил по имени Мавритании и арабской санкт-Петербурге, который об masuk в сессии с Россией. Вместе с тем, что Россия встал и сессии с Россией с историей по имени Ивгрия. Проведение данного форума является еще одним свидетельством развития отношений между Российской Федерацией и арабским миром. И хочу особо отметить, что Россия всегда поддерживала арабский мир, будь то на международной арене, а также на региональной. Есть события, что наши арабские не имеют разумевания с Россией со встречи. И это мы хотим поделиться к тому, что Россия и работа на действие. Господин министр упомянул темы обсуждения в ходе нашего форума. Я к этому хотел бы добавить, что торгово-экономические отношения России с некоторыми странами требуют дополнительного развития. и поэтому мы будем всячески работать над этим. Как известно, между Арабским миром и Россией существует взаимная поддержка, и мы особо оценим поддержку со стороны России в отношении решения ключевой проблемы арабского мира, а именно паллистинской проблемы. Также мы приветствовали по итогам форма запущенная в Судане национальный диалог, а также усилия по мирному регулированию в Дарфуре. Также министры выразили свою озабоченность в связи с односторонними санкциями против Судана. Также министры поддержали усилия международного сообщества в том, что касается урегулирования ситуации с отношением с Южным Суданом, и в частности вопрос долгого суда. Прежде всего, позвольте мне поблагодарить... Руси всегда поддерживала проблемы решения проблем арабов, и в частности, в том, что Россия всегда поддерживала решения проблем арабов, и в частности, ключевой проблемой, именно палестинской проблемой, на основе принципа создания палестинского государства в 1967 году со столицей Восточной Руси. И в том, что Россия всегда поддерживала поддержку арабов, и в том, что Россия всегда поддерживала поддержку арабскому миру, было естественным создание российско-арабского формы не только для политического, но и для торгово-экономического сотрудничества. В первом году, в Москве, начинка 2013 года, и в начале 2013 года, и это второй раз, и мы надеемся, что будет российская работа в Москве, и что Россия будет избавиться между Россией и Россией, и что Россия будет избавиться больше, потому что у нас много направлений между Россией и Россией. Первое заседание нашего форума состоялось в 2013 году в Москве, а следующее заседание, надеюсь, пройдет также в Москве, и к этому времени мы рассчитываем на значительное увеличение торгового оборота между Россией и арабскими странами. Это мысль был бы важен для других стран, чем российские и россия, которые предполагают огромные соединиться на океане, как сурития, как сурития, как сурития, как сурития, в том, что в России и в России, и, в итоге, какое-то оборудование у ginомового суда现在, когда-то оборудование башир, и для всех стран, и пассажиров суда улучшим эту систему, и воорудование там в различных странах, Данный форум стал хорошей возможностью для арабских стран обсудить с Россией ситуацию как в Сирии, в Ливии, в Йемене, а также поддержать усилия Судана, в частности инициативу президента Судана по запуску национального диалога. Русские работы во снах人民, во всем мире, и традиции, русливы, сооружаются различные отношения, сооружаются в том, что tooth and the снахин, национальное снахин, национальное снахин, национальное снахин и в экономическом сооружении. Я думаю, что это наш сообщество, и я надеюсь, что мы будем всегда в порядке с Россией, чтобы мы поддерживаем отношения с Россией и с Россией и с Россией. Мы надеемся, что данный форум будет собираться на регулярной скорости. Россия всегда была вместе с Россией и с Россией, и я надеюсь, что эта связь с Россией и с Россией. Россия всегда поддерживала арабский мир во решении всех его проблем, в частности, особенно в решении палестинской проблемы, поэтому мы надеемся на дальнейшее взаимовызванное сотрудничество. Спасибо.